Преимущества именно утиплительных, то есть мы плитку выпускаем, я просто вам сразу скажу, мы не склеиваем материал. Это склеивает именно наши предметы, ассоциации, ну все те, кто занимается СИП-производством. Преимущество между, то есть хотите сравнить пенополистирол и нас, то что у нас экологически чистый материал. То есть у нас нет пенополистирола, а вы помните хромую лошадь? А вы помните, что вы покупаете продукты питания в магазине? Нет, но это я вам говорю уже... Нет, есть пенополистирол, есть пенополиуретан, а есть пененый полиэтилен. Ну, в общем, мы сравниваем с пенополистиролом. Пенополистирол используется на подножке для продуктов, а это пенополистирол. И очень плохо. Полиэтилен. А здесь... Нет. Ну нет, там белый подложник используется. Нет, ну смотрите, здесь возможность того, что вы съели продукт, да, и выкинули это. А здесь вы живете как-то дома. Выкинули, это же надо потом переработать куда-то. Я не говорю о том, что люди не должны из этого строить. Каждый убирает себе строительство по своему размеру своего пашинка. Хорошо, вот это правильно, да. То есть не спорьте, что это... Нет, я просто вам сравниваю... Я вам говорю преимущества, а не... Здесь цемент, да? Цемент. Да. Цемент и дерево. Сберется вот такая штучка. Соломы пробовали использовать? Так вот, это и есть. К нам, нет, нет, нет. Ну, почти да. Нет, 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 нет. Чуть у нас приходят целостные бревна, осиные. У нас очень... У нас очень серьезный отбор. Нам только 6-метровые бревна приходят. У нас есть оборудование, но здесь не показано. Которое превращается... Ну вот, смотрите, да, у нас, знаешь, вот, визуально это выглядит вот так. Они все просушиваются. И потом дальше режутся на такие чернаки и расчесывается. Дерево производится так, что оно, как бы, вычесывает он его на 25 сантиметров волокна. Дальше оно обрабатывается низкой концентрацией жидкого стекла. 0,2% у нас канцелярский этот хлей. И добавляется цемент. И все прессуется. То есть, как бы, материал экологически чистый на самом деле. По пожарной безопасности класса 5-10 теряют. То есть, продукт не поддерживает горение. А стоимость-то какая? Ну, стоимость зависит от плотности. Просто, если менее с прессовым на материал, да, то есть утеплитель, если мы будем сравнивать с пентополистиролом, мы на порядок дороже стоим. Если мы будем сравнивать плитный материал весь, там, мы избиться, SP, см, наш гринборд, мы конкурировать. Ну, есть где-то на сайте, там. Цены есть на сайте. Вот, гринборд.со. Ладно, спасибо большое. То есть, по ценам мы учимы скажем? Скажу. Хотя, какая интересует вас плита, а лучше сразу для чего? Мне нужно использовать ее в виде чернового пола. Вам нужна вот такая плита. Вот такая. Размерчики у них какие? Размер 3000 на 600. У вас по лагам пол? Нет, у меня будет, я, наверное, неправильно сказал, это будет под лагами. Подшипка? Ну, вот так вот. Просто нету, у меня тоник, тоник. Здесь десяточка у нас есть. Десяточка и легкая. Она легче будет на... Я вот тут нашел, но здесь десяточки у вас по 600. Нет, это на 600, наверное. Это на 388. Это другая плита. Это акустическая плита. Какая? Акустическая. Понятно. Это для внутренней отделки помещений. Почему изоляция? Если она недорогая, она мне подойдет. В смысле, если она... Я говорю, если она недорогая, она мне подойдет. Она... Ну, смотрите, плиты выпускаются у нас на белом цементе и на сером цементе. Вот давайте вот так вот делаем. Вот, они одинаковые. То есть это серый цемент, это белый. У нас единственное преимущество белого цемента в том, что мы его выпускаем для финишной отделки внутренней и красим в различные цвета. Структуру волокна сохраняем. То есть если... И поэтому она дорогая. Так как белый цемент стоит в три раза дороже. Она где-то будет стоить тысячу рублей за квадратный метр. Но это уже отделка. Это уже все. Прикрепил и забыл. Если мы используем серый цемент, да, точно в каком виде, ну, соответственно, у нас тогда... Сотка доли 70 тысяч долларов. Ближе к реальности за 10 тысяч долларов можно купить 4 600, как это чертог, город и неплохой мест. Ты уже входит? Да. Спасибо. Спасибо.